Меня зовут Ишутин Андрей, я руководитель направления ВКС и АВ, компания IPMATIC. С нами сегодня наш партнер, это Антон Шпорт, руководитель направления по работе с партнерами компании Vintel. И основная тема нашей сегодняшней встречи это появление компании Vintel как нового бренда в портфеле IPMATIC. Давайте еще раз для тех, кто не сотрудничал с компанией IPMATIC, либо сотрудничал, но не так плотно, мы напомним о себе. Компания IPMATIC это так называемый value-added distributor, который с добавленными возможностями, который проводит своих партнеров по всему жизненному циклу сделки. От поступления леда до отгрузки и продажи и дальнейшей поддержки заказчика. Мы на всех этапах поддерживаем наших партнеров. Мы появились в 2008 году, у нас очень замечательный темп роста, в среднем это 35-30% мы прорастаем ежегодно. Штат сотрудников все время ширится, открываются новые обособленные подразделения, а также представительства в других странах. Мы специализируемся на поставке телекоммуникационного и IT-оборудования, а также проектной дистрибьюции. На данный момент у нас почти 2000 партнеров. Это системные интеграторы, операторы связи, реселлеры. Вот здесь можно увидеть, где мы находимся. То есть это крупные города, как правило, это миллионники. Питер, Москва, Казань, Екатеринбург, Ростов-Мудону, Новосибирск. Сейчас мы планируем открыть офис в Самаре, а также представленные в странах СНГ. В Минске, Киеве, Алматы, Бишкеке и Ташкенте. Теперь поговорим немножко про оборудование, которое мы поставляем в наши проекты, а вы нам в этом помогаете. Это, конечно же, IP-телефония с широкой линейкой шлюзов, различных платформ, систем под различные задачи и целевую аудиторию. А также гарнитуры и интеграции в существующие экосистемы. Важной особенностью нас, как дистрибьюторы, является то, что мы поставляем практически все оборудование, необходимое для комплексного решения для оборудования переговорных комнат и различных сценариев применения. В том числе аудиоконференц-системы и профессиональное АВ-оборудование. Сетевое оборудование, коммутаторы, шлюзы, маршрутизаторы, точки доступа и системы, которые ими управляют и позволяют реализовать проекты. А также видеокамеры. И вот сейчас мы погрузились в направление ИОТ-систем, мониторинга и управления. Средоустойчивое оборудование и домофония для тех заказчиков, которые связаны с нефтегазовой индустрией. Соответственно, взрывозащищенные средоустойчивые средства связи, сигналы, фаминия и, конечно же, оповещения. Система управления и бронирования – это одна из задач, которая возникает у наших заказчиков и ваших в том числе, когда мы все вопросы по оборудованию переговорных комнат закрыли, и стоит задача, что называется, оптимизировать помещения, в которых находятся сотрудники, контролировать их посещаемость, контролировать работу оборудования этих помещений. У нас есть несколько брендов и решений как оборудования, так и программного обеспечения, которые помогут реализовать в том числе и эти задачи. Мини-ПК для Digital Signs. Да, Digital Signs – направление для нас нового, но, тем не менее, мы и под это направление поставляем оборудование, в том числе и для промышленного сектора. Ну, конечно, хедлайнером наших продаж после телефонии является система видеоконференц-связи, бренд Елин, который мы уже около 10 лет продвигаем на рынке России и странах СНГ. С многими комплектами вы знакомы. Если не знакомы, заходите к нам на сайт, посещайте демонстрационные залы, о которых я расскажу, и перейдите на тест наше оборудование, зарегистрированные проекты, заказчику понравится, потому что рынок широкий и закрывает практически все возможные потребности. И говоря о видеоконференц-связи, мы не можем не упомянуть нашего партнера, с которым мы начали сотрудничать в конце 2022 года, совсем недавно. Это компания Venteo, которая производит отечественный софт и отечественные терминалы, как групповые, так и индивидуальные. Важной отличительной особенностью является то, что софт Venteo находится в едином реестре нашего отечественного ПО и оборудование терминалов, соответственно, тоже. Стандарты наши передовые ничем не уступают нашим зарубежным аналогам, всем известным, и качество конференц-связи на уровне. А также Venteo совместим с ведущими производителями не только с Ялинком, но и Cisco, Polycom, Huawei, ClearOne, LifeSize и прочими именитыми брендами. Какой целевой сегмент наших заказчиков в сотрудничестве с компанией Venteo? Как правило, это государственные учреждения, силовые структуры и нефтегазовый сектор атомной энергетики. В меньшей степени, но тем не менее, присутствуют образование и медицина. Мы начали сотрудничество с Venteo 14 декабря. И на нашем сайте, и на сайте Venteo, также в средствах связи вы можете узнать об этой новости. Мы очень рады. Мы знаем, что мы не просто расширили сегмент, а приобрели замечательных друзей. И больше всего рады, что этот наш софт, российский, и мы готовы продавать в наших комплексных проектах. На этом я передаю слово Антону Шпорту, руководителю направления по работе с партнерами. Антон, тебе слово. Да, добрый день. Скажу несколько слов в начале о том, что сотрудничество с компанией Pimatico, хоть и началось недавно, но Pimatico уже реализует проекты. Не голословное сотрудничество, то есть это прям реальный партнер, который приносит бизнес. То есть это интересно. Немножко о компании сейчас расскажу, о том, что мы предлагаем, где нас можно применять. Многие, наверное, нас уже слышали, кто-то с нами сталкивается впервые. Наша презентация там начинается с красивого слайда, как уже в чате обсуждалось, это парк в городе Краснодар. Он на слайде не случайно. Компания Venteo – это краснодарская компания. Там и начиналась в середине 2000-х годов, и, соответственно, штаб-квартира, штаб R&D там находится именно в городе Краснодар. Компания никуда не собирается реалцироваться, то есть, соответственно, мы там всегда были, и, соответственно, там и останемся, наверное, еще очень долго. То есть обрастаем офисами, об этом чуть позже еще расскажу. Ну, компания, соответственно, российская. Начиналась она в середине 2000-х годов, занималась на тот момент разработкой своих аудиорешений, то есть был сервер аудиоконференц-связи в портфеле изначально, и развивался он как раз-таки в Краснодарском крае в основном, то есть там были основные заказчики. И в середине, в районе 2009 года появилась идея развития видеорешения своего. Появилась задача от заказчика, конкретного заказчика из Краснодара, которого была задача внедрить новое решение, российское решение на тот момент хотелось приобрести заказчику, которое позволит собрать на себе разрозненную инфраструктуру ВКС, которая у него была на тот момент. И в 2010 году, после долгих работ, там, получается, годовая работа была, разработка, появился продукт, который мы на коммерческой основе внедрили в заказчика. Такой первый условный проект компании Вентео. После этого было порядка трех лет доработок, испытаний, и, наконец, в 2013 году коллеги пришли к мнению, что нужно развивать именно ВКС. Отказались от других продуктов, от других решений и полностью погрузились в видеоконференц-связь. В принципе, тогда стартовал бренд Вентео, образовалась компания Вентео как единое отдельное юрлицо. В этом году нам 10 лет исполняется уже в феврале, скоро юбилей будет, скажем так, небольшой. Мы прошли за эти годы достаточно большой путь, на мой взгляд. Компания начиналась как стартап из нескольких людей, разработчиков, руководителей бизнеса. Сейчас у нас несколько представителей по всей России, то есть у нас есть представительство в Санкт-Петербурге, в Москве, в городе Алматы. У нас два офиса в городе Краснодар, это офис разработки и офис в городе Майкоп под Краснодаром, тоже офис разработки и свой производственный цех под Краснодаром, там тоже в городе Майкоп, производственный цех приобретен и работает над производством наших терминалов. Компания развивается, растет, то есть мы от стартапа добежали достаточно до такого полномасштабного производителя, именно программного обеспечения. Ну и активно идем в сторону аппаратных ресурсов, потому что они необходимы для наших целей. Это такая вещь, которая будет всегда идти рядом с софтом, соответственно. Мы, как и многие производители, наверное, на российском рынке, да и не только на российском, оцениваем свою деятельность по понятным критериям. Это прирост выручки, это реализованные проекты, их количество от года к году, привлеченные партнеры, привлеченные заказчики. На слайде достаточно такая инфографика с цифрами показана. Мы реализовали уже больше 10 тысяч портов за все это время. Мы считаем именно портами, то есть подключение к серверам. Но в последние годы мы стали еще более внимательно смотреть за таким критерием, как публичные мероприятия, которые проводятся на нашем сервере, то есть с помощью нашего продукта, информацию про которые можно найти в публичном поле, по телевизору, может быть. Один из таких мероприятий, знаковых для нас, произошло в 2021 году. Компанию пригласили для организации Петербургского международного экономического форума. Организаторы на тот момент искали ядро системы, которое позволит на себе собрать делегатов, международных делегатов, позволит очень гибко управлять раскладкой, отдачей потоков для телевизионщиков в эфир, к примеру, для спикеров в разные локации, соответственно. И важный момент был ключевой, это возможность работы с синхропереводчиком в рамках одного сервера. И, соответственно, наш продукт, как ни странно, подошел лучше всего. То есть у нас был весь этот функционал, в том числе, и на тот момент уже вышел в релиз функционал работы с синхропереводчиком в рамках нашего продукта. Мы умеем работать с аудиоканалами, мы умеем правильно это делать, то есть так, чтобы синхропереводчику, переводчику, который находится в какой-то точке мира, либо России, было удобно пользоваться продуктом. Мы не просто сделали управление каналами, мы сделали особенный интерфейс. Прежде чем этот функционал появился, наша разработка провела там не одну неделю в переговорах с Союзом переводчиков России, то есть мы много работали с людьми, которые реально занимаются переводами. И появился вот этот функционал, который мы смогли продемонстрировать. Сначала до мероприятия, ну и потом, соответственно, нас пригласили на ПМЭФ. Мероприятие достаточно сложное и знаковое для нас, оно в онлайне, то есть это первые лица нашего государства, союзных государств, и там нет права на ошибку, то есть если ты проводишь такое мероприятие плохо, то, наверное, про тебя забывают везде, в принципе, где ты мог бы продаваться, где тебя могли бы использовать. Мы два года подряд проводим такое мероприятие. Я считаю, это некий такой знак о том, что мы все-таки не ударили в грязь лицом, мы показали правильный результат, то есть все стабильно, правильно, всем все понравилось, соответственно. Параллельно проходил Восточный экономический форум, где-то примерно в тех же датах, и тоже использовался наш продукт, там была немножко другая картина по количеству подключений, по количеству языковых групп, но, соответственно, история такая же, то есть международное мероприятие, много делегатов из разных стран, сервер позволяет это все делать, собирать на себе конференции и управлять аудиоканалами. Это такие некоторые значимые моменты, которые мы, в принципе, для себя пометили в вехе в нашей истории компании Винтел. Вернусь немножко еще к слайду по поводу показателей. Компания растущая, то есть от года к году прибыль удваивалась, там показатели 22-го года, они еще лучше, то есть, соответственно, 22-й год был достаточно показательным с точки зрения новых поставок, новых клиентов, соответственно. Информацию можно найти в открытых источниках, то есть компания Винтел, она дает отчетность, соответственно, все эти цифры, они есть в публичном доступе. Немного про рынок ВКС хочу рассказать, о том, что было с нашей компанией до 20-го года и куда мы сейчас движемся. Есть некая веха такая в истории в нашей до-пандемии и после пандемии. 20-й год показал некую изменчивость и возможность изменения разработки, то есть начало 20-го года у нас был свой план разработки, мы понимали, куда нам нужно двигаться. Решение позиционировалось на тот момент, как продукт, который полноценно замещает решение, которое работает по СИП-H3-2.3, то есть мы были именно направлены на работу с терминалами, с серверами видеоконференцсвязей, классическими, работающими по стандартным протоколам. И пандемия показала, что необходимо очень активно идти в сторону веб-конференций. То есть люди начали уходить на удаленку, люди начали работать из непонятных мест, со своих компьютеров, и всем необходима была видеоконференцсвязь. То есть формат домашнего офиса, он очень плотно вошел именно в эти годы, в нашу жизнь. И уже в этом видео встрече это не является каким-то экстраординарным. То есть люди привыкли уже общаться по видео. В 2020 году план разработки кардинально изменился. То есть мы добавили опции, связанные с WebRTC протоколом, чтобы участники, заказчики, которые используют наше решение, могли полноценно с любых устройств, из любой точки мира, по сути, подключаться к конференции и получить полноценный сервис ВКС. Соответственно, в это время на рынок вышло достаточно много российских брендов, которые также себя позиционировали, как видеоконференцсвязь. Говорили, что они тоже умеют видеоконференцсвязь делать. Но есть важный момент, связанный с технологией. То есть его нужно понимать при выборе решений и, наверное, доносить это до заказчиков, чтобы все понимали, что есть что условное. Есть конференции, которые занимаются проксированием, решения, которые занимаются проксированием видеопотоков. Есть решения, которые занимаются микшированием и транскодированием. В чем разница? Если мы собираем конференцию на решения, которые проксируют. К примеру, задача стоит собрать пятерых участников. Соответственно, на сервер приходит 5 потоков. И сервер, ничего с этим потоком практически не делая, каждому из участников отправляет недостающие свои 4 потока. Соответственно, каждый поток видео и голоса весит и занимает определенную полосу. Сервер ничем практически не управляет, то есть он не может сказать, чтобы этому участнику уходило такое-то качество, этому участнику такое-то качество или такую-то раскладку отдать в такой-то канал. Соответственно, чем больше участников на экране, тем больше утилизируется канал, тем больше нагружается ваше оконечное устройство. Плюс возникает вопрос, а как же подключить в эту историю классические СИП-H323 устройства? То есть, к примеру, переговорные комнаты, кросс-протокольные звонки из серверов каких-то ВКС. Соответственно, необходим шлюз. В этой всей цепочке появляется некий шлюз, который имеет свои ограничения по управляемости, по расширяемости. Есть некоторые моменты, соответственно, сработает таких серверов. Это мы говорим про 5 анновременных вызовов. А если вам необходимо вывести на экран 40-50 участников, либо конференцию на 100 провести, здесь вопрос к решению, как это вообще возможно. И что будет с каналами, что будет с устройствами. Есть другая сторона, это когда сервер работает с обработкой видео, то есть транспордингом, микшированием занимается. Это как раз наше решение. То есть, соответственно, та же самая ситуация. На сервер позвонили 5 участников, все друг друга видят, на сервер пришло 5 потоков. Сервер обработал картинку, все эти видео, собрал в единую мозаику для каждого из участников отдельную и отправил каждому из участников один поток. Соответственно, все прогнозируемо, все управляемо на сервере. Мы можем сказать, кому какую картинку отдавать, какое качество, какую раскладку. Мы понимаем, какие каналы у кого, кто с чем приходит, видим протоколы, по каким подключились. И, соответственно, все прогнозируемо. Понимание по каналу утилизации, понимание по тому, какие устройства могут подключаться, какие не могут подключаться. В такой истории практически нет ограничений по оконечным устройствам. То есть, по сути, сервис может обработать любой звонок. Это может быть и браузерный звонок, это может быть звонок из телефонии, в который проинтегрирован сервер. Это может быть вызов с какого-нибудь SIP-HT23 устройства. То есть, терминалы, веб-звонки, мобильные устройства. Не имеет значения. Единая ссылка для любого подключения на сервер. Наш сервер именно такой. То есть, мы интегрируемся практически в любые классические системы ВКС. Потому что западные вендоры, восточные вендоры, они строят видеоконференцию именно под таким принципом. То есть, если заказчик вкладывался в предыдущие годы в инфраструктуру ВКС, то там, скорее всего, стоит сервер, который также работает по таким же протоколам SIP-HT23. Мы призваны дополнить эти инсталляции, дать заказчику возможность сохранить свои инвестиции. То есть, сервер станет рядом с тем, что есть у заказчика. Он нарастит те мощности, которые у него есть, добавит какой-то функционал, возможно, если необходимый. У сервера есть API. Если мы хотим что-то сделать стороннее с сервером, условно, им можно управлять со сторонних приложений, со сторонних устройств. Команды API, они прописаны, они доступны на сайте api.vinteo.com. Наше решение неоднократно интегрировалось с разными другими продуктами, российскими, нероссийскими. Это и почтовые клиенты, это и чаты. То есть, сервер, в принципе, может быть проинтегрирован практически в любые системы, которые стоят рядом с ВКС. Это и посадочные страницы, порталы управления и тому подобное. То есть, продукт достаточно универсален и вписывается, прозрачно вписывается в любые системы практически. С чего же состоит портфель компании? Мы говорили про сервера, то есть, да, это ядро системы, то есть то, с чего начиналась компания много лет назад, сервер видеоконференц-связи. Это программное обеспечение, оно находится в реестре отечественного ПО, как сказал Андрей уже ранее. Достаточно давно находится в реестре, продукт развивается, ставится на классические сервера, то есть у нас нет прям специальных требований к аппаратным платформам. Мы рекомендуем использовать определенные платформы, мы знаем, как они себя ведут, российские вендоры, мы знаем, как себя ведут, то есть достаточно большая база инсталляций есть и опытов с разными вендорами российских серверов и нероссийских серверов, соответственно. Наши консультанты подсказывают, как правильно подобрать сервер, помогают с этим делом, проводим анализ того, что подбирают, да, и даем рекомендации. Есть некоторая фишка там, на самом деле, нашего решения, мы умеем кодировать на графических ускорителях. Использование видеокарт. Почему-то некоторые считают, что это какой-то минус нашего решения, мы видим в этом огромный плюс. Это не ограничение, это возможно. Вы можете не использовать видеокарты, вы можете использовать центральный процессор, вы можете использовать виртуальную среду. Решение работает в любой среде. Максимальная эффективность продукта появляется при использовании GPU. Это даст заказчику не только там эффективную картинку, да, качественную, потому что видеокарты более быстро обрабатывают видео, они дают более интересный результат, то есть она видна, эта разница в картинке. Но плюс видеокарты, они дешевле центрального процессора. То есть условно использование одной видеокарты класса Т-400 позволит сократить требования к центральному процессору чуть ли не в два раза. Тут есть и практическая составляющая в использовании именно графических ускорителей. Когда нас выбирают заказчики, они, соответственно, там для себя ищут решения, которые максимально сохранят их инвестиции в предыдущую систему, которую они уже приобретали, зачастую ищут новые возможности, то есть есть продукты, которые не поддерживали WebRTC, у кого-то нет записи, трансляции, к примеру, на сервере, нет регистрара. Соответственно, наш продукт может это все донести там, да, условно, в их решение. При этом нет необходимости заменять полностью свой парк инфраструктуры. У нас достаточно глубокая сервисная поддержка, то есть это проявляется на первых этапах нашего взаимодействия с заказчиками, с партнерами. Когда мы говорим о пилотах, когда мы начинаем внедрять что-то там, да, пилотное, то наш саппорт достаточно глубоко погружается в задачу, помогает интегрировать решения уже на стадии пилота и помочь его проинтегрировать с тем оборудованием, с той инфраструктурой, которая есть у заказчика на тот момент. Мы достаточно большую экспертизу имеем в разных продуктах, в ЦИСКе, в Поликоме, в Ялинке, в Авае, в Хуавеях. То есть, соответственно, наши специалисты достаточно глубоко погружаются в такую историю. Ну и, соответственно, совместимость здесь появляется достаточно большая с сторонними решениями. То есть совместимость порядка 98%. Куда делись 2%, наверное, многие спросят в совместимости. Это не оттестированные решения. То есть есть на рынке продукты, работающие по стандартным протоколам, но которые не были просто у нас в лаборатории и не прошли тест, да, условно. Мы не тестировали это. Но это не значит, что это не работающие системы. То есть если продукт работает по стандартным протоколам CIF-H3.2.3, то он совместим с нашим продуктом, с нашим сервером. То есть мы примем от него звонок, мы сможем его вызвать. То есть тут не должно быть никаких проблем. Немного про проекты расскажу. То есть да, где мы применимы. Как нас выбирал заказчик? Некая крупная газовая компания в России в начале 22-го года, когда начались всем известные события, когда вендора ушли из России западные, а у них была именно построена инфраструктура на ЦИСКе, а задачился тем, что необходимо заменить ядро системы. Порядка двух или трех месяцев шли тесты. То есть была пилотная зона, которая была развернута на серверах ЦИСКе. В принципе использовалось железо, которое заказчикам было закуплено. Мы прошли достаточно успешно этот тест. Компания приняла решение о закупке. То есть был внедрен достаточно большой сервер, больше 250 портов. Для заказчика было критично наличие мультитенента. То есть мы показали, что мы умеем делить сервер на логические сектора. У него достаточно большая распространенная сеть ДЗО по России. Соответственно установлен большой сервер на нескольких аппаратных серверах. Это все крутится, это кластер. И программа мультитенента, функционала мультитенента позволяет главной организации выделять части сервера для того, чтобы и ДЗО могли проводить свои конференции, которые управляются именно этим ДЗО. И все это хостится на одном большом VKS сервере. То есть сама главная организация имеет доступ, все это видит, соответственно, и управляет, если необходимо, перекидывает лицензии. Это кластер серверов, то есть мы умеем делать кластер. 250 одновременных вызовов одна машина, к сожалению, не соберет. То есть необходимо ставить 2-3 сервера. Мы умеем делать резервирование. Это должна быть отказоустойчивая история, то есть заказчики это требуют. Мы умеем делать Active and Standby сервера, распределять роли сервер управления, медиа сервера. И это не на бумаге вся эта история. То есть у нас достаточно много таких пилотов, достаточно много таких коммерческих внедрений, где стоит достаточно большой кластер серверов, 7-8 серверов в кластере, которые управляются как единая машина и позволяют собирать большие конференции на сотни людей, на сотни участников. Другой пример тоже из прошлого года. Крупная государственная структура имеет достаточно большую филиальную сеть по России. У этого заказчика в каждом регионе стояли свои старые сервера Thunberg, Cisco. Задача была убрать все эти сервера из инфраструктуры и поставить в каждый из регионов отдельно новый сервер с новыми возможностями, с правильной обработкой видео, с нормальным качеством. Соответственно, было выбрано наше решение. Было оснащено 86 регионов, это 86 серверов с определенными сайзингами, с программой расширения, соответственно, с частичной заменой инфраструктуры Cisco. То есть мы вписались в эту инфраструктуру, позволили использовать старые достаточно терминалы, то есть со старыми прошивками. Чтобы понимали, условно, у прошивки версия 1, то есть это прям первая прошивка, терминалы Cisco могут работать с нашим сервером. Мы умеем такие устройства подключать на себя. Таких проектов достаточно много. Мы, к сожалению, большую часть проектов озвучивать не можем, потому что это договоренности с заказчиками, то есть не всю информацию мы можем передавать СМИ. Часть проектов можно найти на госзакупках, где нас покупали, то есть большая часть проектов проходит через основную программу закупки, то есть 44-й ФСЗ, либо 223-й ФСЗ. Но это не все наши продукты, это наше ядро системы, то, с чего мы начинали. У нас есть оконечное оборудование, терминал видеоконференц-связи. Производится он в России, в городе Майкопе есть свое производство. Элементная база, конечно же, не наша, то есть в России пока еще не очень здесь делают ни процессоры, ни материнские платы, по сути, для этого дела. Мы делаем корпуса из алюминия, мы собираем правильную начинку оттестированную, все это пакуется в правильной коробке, делается распайка портов необходимая. На терминале есть все необходимые порты для подключения, то есть HDMI, USB, линейный вход, все, что необходимо заказчику подключить, к нему можно там подсоединить. Соответственно, есть терминалы, как уже ранее там задавался вопрос, младшей версии Т, мы его позиционируем как некое персональное решение, не классическое персональное решение, то есть системы отображения в этом терминале нет, это именно сам терминал, который может быть подключен к какой-то системе отображения, в небольшой переговорной, либо в каком-то кабинете, где есть соответствующий телевизор, куда мы сможем установить камеру нашу. Есть комплектации, когда терминал поставляется в комплекте с камерой, в комплекте с выносным микрофоном, все необходимые кабели, полки для навешивания камеры и терминала, пульт управления, то есть, соответственно, какое-то новое помещение, либо помещение, которое нужно дооснастить, в котором не было никакой обвязки ранее. Также есть, соответственно, голый терминал, когда поставляется именно сам терминал, без периферии, без камер, без микрофонов. Это задача, когда у заказчика есть построенная переговорная комната, в которой есть правильная система озвучки, микрофонов система, комплект камер, управляемых, неуправляемых, соответственно. Терминал можно вписать в такую переговорку, соответственно, забрав с микшера, с видеомикшера, с аудиомикшера картинку и полноценно сделав такое помещение ЛКСным, соответственно. Есть младшая версия T, терминал, который позиционируется как для небольших переговоров, либо как персональное решение. Есть версия ST терминала, так называемый сервер терминал, который умеет собирать на себе многоточку. Многоточку небольшую, до 10 участников с качеством HD этот терминал может собрать. Участники могут быть по SIP, либо по WebRTC протоколу подключенному к такому терминалу. И, соответственно, такая же комплектация у этих терминалов как с камерами, так и без камер, соответственно. Здесь еще останавливаюсь, что это именно наше решение, компания Venteo, но зачастую заказчик использует сторонние продукты. Мы очень много видим проектов, где используются оборудование E-Link. Проекты, то есть заказчик выбирает между российскими серверами, там наш сервис стоит в пилотах. Мы видим, как задача стоит все это дело проинтегрировать с оборудованиями E-Link. Терминалы E-Link достаточно часто покупаются, мы их встречаем. Мы практически со всеми моделями тестировались в прошлые годы. Разработка периодически проводит повторные тесты всех этих изделий. То есть совместимость с любыми классическими устройствами у нас обеспечена. То есть это может быть терминал E-Link, может быть какой-то другой терминал, работающий по стандартным протоколам. Тут, соответственно, нет каких-либо ограничений. У нас есть программные клиенты, есть веб-клиент, есть программный клиент. Программный клиент распространяется бесплатно. Существует для любых операционных систем, Mac, Windows, Linux, Astra Linux, если это необходимо. Клиент присутствует, соответственно. Есть мобильный клиент, который также распространяется бесплатно и доступен в App Store операционной системы. Мобильный клиент достаточно свежий. У нас он появился осенью прошлого года и активно сейчас развивается. То есть достаточно недавно продукт строится на современных технологиях. То есть мы не взяли какое-то старое решение, мы взяли новый продукт, создали. Он имеет тот же функционал, что и десктопный наш клиент. В принципе, возможность теми же управления каналами, она присутствует в мобильном клиенте. Когда нас заказчики выбирают, мы побеждаем условной технологией. То есть мы достаточно технологичная компания. Мы знаем, как должна работать ВКС. Это не голословно. То есть у нас достаточно большое количество заказчиков, которые нам предъявляют требования того, как они хотели бы видеть видеоконференц-связь. То есть наша разработка, в принципе, строится по принципу задачи от заказчиков. То есть мы собираем с рынка вот эти задачи. Если мы понимаем, что эти задачи применимы не только в одном конкретном случае, а интересны всем остальным заказчикам, то это появляется в релизе. Так было, к примеру, с синхропереводом. Один из наших заказчиков на стадии пилота попросил возможность добавить такой функционал в сервер. То есть была необходимость проводить международные мероприятия. Разработка оценила добавление такого функционала. Было принято решение на стадии пилота, это было некоммерческое внедрение на тот момент, что функционал можно попробовать добавить. Его реализовали. Заказчик, к сожалению, не стал нашим настоящим заказчиком, так и остался потенциальным заказчиком на тот момент. Но синхроперевод появился в решении и принес нам достаточно интересные проекты. То есть мы смогли с помощью такого функционала реализовать интересный проект, знаковый для нас. Соответственно, такого функционала в сервере достаточно много дополнительного. Мы умеем работать с раскладкой. У нас есть отдельный функционал работы с мозаиками. То есть есть графический конструктор, который позволяет самостоятельно на сервере создавать пресеты необходимого размера в трех слоях, с наложениями это можно сделать. Инструмент востребованный. Многие заказчики хотят управлять раскладкой. То есть не выбирайте списка, который существует на сервере ограниченно. Там у нас их порядка 50. А, к примеру, сделать свою раскладку с выведением, к примеру, таймера или с выведением какой-то определенной специфики. К примеру, первые лица государства любят, чтобы в центре было основное лицо и по кругу разложены его оппоненты, с кем он общается, соответственно. Вот такая раскладка, например, делается на нашем сервере, который можно увидеть на официальных каналах. Мы даем заказчику технологичность, мы даем заказчику сохранение инвестиций, мы даем заказчику стандарты. То есть мы не идем к какой-то проприетарщине, мы даем именно стандартные протоколы, которые понятны рынку. Мы даем достаточно глубокую поддержку. И, соответственно, компания достаточно активно развивается. То есть мы смотрим, куда нам нужно идти, что мы можем дать рынку, какой функционал показать. Соответственно, мы это берем и реализуем. Нас выбирают партнеры. То есть у нас достаточно большая сеть партнеров по России, по странам СНГ. То есть основные ключевые интеграторы, они нашим решением владеют. На это нас реализовано достаточно большое количество проектов с разными компаниями. Мы достаточно консервативны с точки зрения подписания дистрибуторов. У нас там достаточно большой срок. Было всего 2-3 дистрибутора основных, с которыми мы работали. В 2002 году мы решили подписать компанию Appymatica. То есть такой достаточно интересный для нас эксперимент, но который, скорее всего, принесет достаточно неплохие плоды, на наш взгляд. То есть у Appymatica, у компании достаточно большой опыт, экспертиза в разных решениях. И интеграция с компанией Appymatica для нас, соответственно, очень будет интересна и принесет новый проект. О нас достаточно часто пишут в разных новостных агентствах. Мы состоим в отечественном софте, в Русофте мы состоим в ассоциациях, как члены представленные последние годы. Немножко расскажу про лицензирование. То, наверное, что многим будет интересно. На первый взгляд кажется, что наша система лицензирования не такая простая, скажем так. У нас существует две системы лицензирования. Базовая система лицензирования, которая достаточно давно существует в решении. И мы лицензируем инсталляцию, лицензируем каждое подключение к серверу. Это старая система лицензирования, которая применялась на многих вендорах западных, в ЦИСКе, в Поликоме, когда каждый звонок требует лицензию. Это конкурентная лицензия на сервер. Соответственно, когда участник отключается, лицензия освобождается. Мы не лицензируем регистрации на сервере. То есть сервер может быть на 100 вызовов, по регистрации книга ваша адресная может состоять из 1000 участников. Мы не лицензируем комнаты, то есть создание комнат на сервере ничем не ограничено. Соответственно, лицензии выделяются только на позвонивших. На позвонившие любое устройство, по любому протоколу, в базовой системе лицензирования лицензируется качество. То есть есть лицензии, которые позволяют подключать участников с качеством до ВГА. Есть лицензии, которые позволяют подключать участников с качеством HD и Full HD, соответственно. Лицензия Full HD с качеством 1080p, она, по сути, не имеет ограничений по расширяемости. Если стоит задача куда-то отдать 4К, то такая лицензия позволит это сделать. Есть, соответственно, новая система лицензирования. Она для нас новая, но для рынка она достаточно известная тоже. Она динамическая, то есть это порт, который умеет раскладываться по качеству. Лицензия HD приобретается, также базовая лицензия на инсталляцию приобретается. И лицензия HD позволяет динамически реагировать на ситуацию. Условно, сервер на 100 HD-подключений может подключить на себя 100 участников с качеством HD, либо 200 участников с качеством SD. Соответственно, расширение идет и в большую сторону. Если необходимо на таком сервере собирать участников Full HD, кому-то отдавать качество Full HD, то потребляется 2,5 лицензии, и, соответственно, участник получает необходимое качество. Это особенность продукта, то есть мы умеем управлять качеством для каждого из участников. То есть мы можем кому-то отдавать заниженное качество, кому-то среднее, кому-то высокое. И это можно прописать в конференциях, это можно прописать для конкретных участников, это можно прописать на сервер, соответственно, это все настраивается в рамках продукта. В принципе, сервер достаточно много вообще настройок имеет глубоких, которые позволяют проводить как простые конференции, то есть на лету вы собрались по ссылке, пообщались, разбежались, то есть никто этим не модерирует эту конференцию. Так и достаточно сложные мероприятия, в которых необходима работа нескольких администраторов, которые следят за тем, что происходит на сервере, которые распределяют участников по комнатам, либо, к примеру, приносят участников из комнаты в комнату. Создается, к примеру, ситуация, когда необходим комната встреч, когда участник должен сначала подключиться, показать, кто он, и после этого уже попадает в конференцию, администраторы за этим следят. То есть вот это все умеет наш сервер, все зависит от того, какой сценарий у заказчика состоит. У нас есть доп. функционал у сервера, он тоже отдельно лицензируется. Мы рекомендуем при интеграции с АТС, с телефонии, приобретать отдельные аудиопорты, чтобы они не отъедали видеолицензии на сервере. У нас, так как сервер используется не как мелкая машина, а зачастую это достаточно большие инсталляции, сотни одновременных вызовов, мы умеем делать пастеризацию серверов, это отдельно лицензируется, мы умеем делать резервирование серверов, чтобы заказчика появилась возможность резервировать свою мощность и, соответственно, на случай, если что-то выйдет из строя. У нас есть графический конструктор раскладок, о котором я уже ранее говорил, который позволяет гибко управлять раскладками, создавать свои раскладки. Наверное, у меня все по лицензированию и, наверное, все по продуктам. Наверное, Андрей, я тебе передаю слово тогда. Антон, спасибо большое. Что я хочу еще дополнительно сказать. Во-первых, когда Антон говорил про то, стоит ли вопрос выбора терминалов Ялинк или других терминалов, если мы говорим про отсутствие требований, конечно, это будут терминалы Ялинк, вы же понимаете. Если все-таки у нас требования возникают на уровне заказчика, необходимость нахождения в списке рекомендуемого оборудования и софта российского, то здесь мы рассматриваем вариант поставки терминалов Винтео, как групповых, так и индивидуальных. Вообще, на самом деле, основная задача – это расширить, так сказать, сферы гибридных проектов в части Винтео, как Ядро и Эндпоинта, как Ялинк. Но вы понимаете, что в зависимости от технического задания мы всегда можем варьировать наше техническое решение. Давайте теперь я возьму слово и продолжу свою презентацию. Еще раз, Антон, спасибо. И с чего бы я хотел начать вторую часть. Антон рассказал про сферы рынка, совместимость, дальнейшие перспективы. Я просто еще раз это подытожу и на прикладном уровне расскажу, когда у нас стоит задача типового проекта в госорган, в госзаказчик. Давайте мы посмотрим, что перед нами стоит эта задача. Какое-то оборудование уже есть. Знакомые с другими брендами по иностранным поставщикам уже определили, что это за комплект оборудования. Кто определил, может написать в чат. Соответственно, какое-то оборудование уже есть. И необходимо в рамках требования на уровне предприятия приобрести терминалы российского производства, а дальше гибридно соединив имеющиеся эндпоинты и новые оборудования, уйти с платформы, которая уже не поддерживается на данный момент. То есть у нас получается следующая картина. У нас требуются лицензии для существующего оборудования и комплектов. Нам требуется ядро, которое это все будет дело собирать. И нам требуется оборудование и лицензии на терминал Винтео. Хочу застрять внимание еще раз его на том, что здесь модель лицензирования следующая. У нас есть три вида лицензий, о которых мы говорим. Три вида лицензий именно клиентского подключения. Мы сейчас не говорим про ширину канала от клиента или комплекта ВКС до сервера. Мы сейчас говорим именно про качество, которое возможно на максимально возможном канале. То есть мы можем нижней строчкой использовать приемлемое качество. На слабых каналах, когда клиент находится удаленно, между ним и сервером достаточно много промежуточного оборудования, и канал очень узкий, не имеет смысл использовать лицензии среднего и самого высокого качества. Если мы однозначно знаем, что не пролезет пропускная способность, это разрешение, мы можем использовать вот такого плана бюджетное решение. Если все-таки у нас стоит задача обеспечить всех клиентов средним, приемлемым качеством, уровня HD 720p, то мы делаем выбор в сторону подбора клиентской лицензии на средней строчке. Если же все-таки у нас стоит задача обеспечить отличным качеством, современным качеством, вплоть до Full HD и в перспективе 4К, мы рассматриваем вариант строчки 1 с кодом производителя S003. Соответственно, как показывает практика, необходимо, когда звонки осуществляются не между разнесенными географическими локациями, а в одной локации, там офисе или нескольких офисах. Как правило, это качество будет обеспечиваться, для него нужны именно эти лицензии. Но если канал позволяет, то мы можем и на разнесенной локации тоже использовать этот тип лицензирования и это качество в том числе. Круповой терминал, он имеет возможность расширения до 10 HD, которые динамические, то есть они разложатся на 20 SD, либо позволят подключить 4 Full HD подключения. Это аппаратное ограничение, потому что терминал все-таки неполноценный сервер, он имеет там ограничения по процессору, соответственно, по своим характеристикам. 10 вызовов такой терминал собирает при наличии активированной многоточки, соответственно. По поводу микрофона. На данный момент терминалы в последних наших поставках комплектуются микрофонами не нашего производства. То есть мы используем стороннее оборудование, аудиокарта Behringer и микрофон Takstar. Это пока единственная связка, которая нам подошла по интеграции с нашим решением. Это, наверное, еще период будущего месяца, да, мы так грузим. У нас на подходе наш микрофон, то есть его производят в городе Краснодар. То есть это полностью именно наша разработка. Корпуса, вся микросхема, соответственно, все микрофоны будут производиться уже в России, соответственно. И мы будем комплектовать без версии Behringer и стороннего микрофона, именно нашим микрофоном. Они будут иметь возможность подключаться в каскад, до 4 микрофонов, по-моему. И напрямую, соответственно, подключаться в терминал. Потому что сейчас, к сожалению, пока используется аудиокарта, которая подключается по USB в терминал. И уже микрофон по XLR подключается в аудиокарту. Сейчас ситуация такая. По поводу объемов. Мы их именно собираем, производим, то есть под каждый заказ. Словный вопрос в сроках. 20-30 штук – это вопрос, наверное, месяца сборки. Партии там тысячи штук, не знаю, надо обсуждать, соответственно. Терминал Винтео в торпе не находится. Есть софт Винтео терминал, он находится в реестре отечественного ПО. Терминал мы не заносили. Это связано с особенностями нашего законодательства, к примеру. Такая идея была, условно, да, так раскрою карты. Когда мы начинали терминал много лет назад, то есть это не новая разработка. Терминал лет 5, наверное, уже. Последние два года он выглядит таким образом, как вот сейчас мы его видим. То есть уже красивый, правильно собранный, с правильным интерфейсом. Мы понимаем, как он работает. Была идея внести его в торп. Использовались определенные материнские платы, начинка этого терминала. Была договоренность с производителем матплат, процессоров. Было подтверждение, что они будут производить эту начинку в следующие 5 лет, чтобы нам нужно было внести это изделие в торп. Мы уже побежали в ту сторону, и производитель в течение месяца заявил о снятии с производства этих материнских плат. То есть мы, условно, в этот момент поняли, что, наверное, это плохая идея пока что-либо вносить, пока у нас не будет своего, там, да, производства материнских плат, своего процессора, условного, да, российского, который производится нами, там, к примеру. Мы пока не бежим в ту сторону. У нас есть софт, есть, соответственно, железо, которое собирается в России. Astro Special Edition, что именно интересует, сервер или программный клиент? То есть у нас сервер под Astro 1.7, 1.6 может работать, и клиенты есть под это же, соответственно, изделие. У нас готовится релиз открытого дистрибутива, то есть можно будет ставить его, в принципе, на любую операционную систему с возможностью как раз-таки вот этих вот вопросов, связанных с безопасностью, то есть до установки каких-то программ по безопасности, для того, чтобы мониторить сервер и так далее. То есть пока у нас это закрытый дистрибутив на данный момент. Есть открытая, есть, соответственно, инсталляция под Astro. Акция совместимости в процессе, потому что Astro достаточно сложный вендор для взаимодействия, скажем так. Для того, чтобы получить совместимость с Astro, нужно показать определенные тесты, которые, к примеру, в ВКС неприменимы, к сожалению. То есть мы специфичный продукт, мы ведем в этом направлении диалог, и, соответственно, возможно, скоро появится этот сертификат совместимости официально. Антон, спасибо большое. Коллега, хотел бы уточнить, тут идет эвакуация все-таки? Я думаю, что вы должны продолжить и пробежать по тем вопросам, которые были анонсированы. Я постараюсь работать в фоне. Насколько слышна сигнализация, не сильно ли она вам мешает? Если она сильно мешает, я постараюсь придумать, чтобы была норма, 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 понятно. Хорошо, спасибо, коллеги, извините за технические нюансы. Надеюсь, пока я здесь нахожусь, я не сгорю. Но мне хотелось закончить. Мы подбираем виды терминолов и их реферии под конкретную техническую задачу. Теперь, что касается партнерской поддержки наших коллег в Винтео и нас, как в Вильвере Дистрибью. Во-первых, мы с Винтео начали сотрудничество очень полотворное и у нас на ближайший год-два есть в Ротмэпе планы по разработке совместимости терминалов Ялин, наиболее успешно продаваемых, и ядра Винтео. Основные функции, которые будут заявлены, это работа с FEC, это возможность подтягивания сервера Винтео в перечне сотрудников, восстановление потерянных пакетов, использование книги и еще много дополнительных интересных фич, которые чаще всего требуют заказчиков для удобства и эргономности. Теперь, что касается защиты вас, как наших партнеров. Первое. Вся проработка по проекту идет в рамках нашей переписки, нашей системы. Отправлять формы, которые я сейчас покажу, необходимо будет на электронный адрес Винтео, собака, пиматика.ру. То есть заполнили форму, направили на почту, ожидаете. У нас уже сейчас есть возможность дополнительно согласовать какие-то еще шаги в сторону стоимости, но это нужно решать отдельно, конкретно под проектом. Как вы понимаете, если проект большой и прибыльный, мы можем отдельно это обсудить. Второй момент. Когда мы говорим о конкретном техническом решении, то Винтео дает такую возможность по кастомизации и адаптации под требования технического решения в рамках дополнительной оплаты. Мы это отдельно обговариваем, фиксируемся и начинаем работу. Обращаю внимание, что сейчас мы ждем поставки. Как вы знаете, у нас несколько демонстрационных залов. Один основной в Москве, второй открылся в 2022 году в Екатеринбурге. Сейчас, в ближайшее время, мы планируем открыть демонстрационный зал в Санкт-Петербурге. До конца этого года у нас есть план. Оборудование закупается, закупается, соответственно, все необходимые, появляются договоренности. А также мы будем передавать оборудование Винтео в части демонстрационного оборудования в сторону вашу, да, а вы уже в сторону заказчика. Поэтому рекомендуем вам закладывать такие вот моменты и проговаривать эти моменты с заказчиками. Лучше один раз пощупать, потрогать, посмотреть на функционал и при общих договоренностях выйти на поставку проекта. Что еще очень важно? По поводу пресейла и дальнейшего сервиса. Если мы говорим про софт и оборудование, то один год, в течение технической поддержки и гарантии, входит в состав поставки. Но при необходимости мы имеем возможность пролонгировать этот период, приобретя дополнительный сервис или лицензию на продление гарантийного периода и сервис. Ну и, конечно, промо-материалы. Мы готовы обеспечить вас промо-материалами. Это брошюры, это блокноты, ручки, это билборды. Вот такого плана. Никогда не забываем про наши мероприятия, которые мы ежегодно проводим. Как выездного плана из Москвы, так и в Москве, мы тоже будем акцентировать внимание на решениях Ялинка и Винтел. Здесь хотелось бы еще пару моментов сказать по поводу совместимости разработок. Обратите внимание, что Антон говорил про API, который можете, так сказать, отправить ссылку заказчику. Он предварительно ознакомится с возможностями для того, чтобы понять первые шаги для возможности кастомизации и дальнейшей интеграции с существующим оборудованием. Первичные шаги. Понятное дело, что мы отдельно будем это обсуждать, писать ТЗ и реализовывать функционал в рамках этого ТЗ. Но, тем не менее, об этом стоит сказать. И все-таки я призываю вас обратить внимание, что мы сторонники в таких вот гибридных проектах, где гидром ВКС является Винтел. Если к эндпоинтам, конечным точкам и комплектам не применяются никакие гос-требования, то рассматривать в качестве эндпоинтов именно Ялинк. Так что я призываю вас обращаться в нашу компанию для проработки решений, передавать оборудование как Винтел, так и Ялинк в тестирование в проекты. Ну и, соответственно, мы готовы устраивать трехсторонние встречи, очные, в наших замечательных демонстрационных залах. Давайте я вам еще покажу, как выглядит форма. Регистрация проекта очень простая. Если вы заполняли ее на Ялинк, она приблизительно такая же по внешнему виду. А сейчас мы прорабатываем вопрос заполняя электронные формы на нашем сайте, где эти формы будут автоматически потом собираться и отправляться в сторону наших партнеров Винтел. Поэтому я надеюсь, что этот час, который вы потратили, был очень интересен. Узнали много нового и обратили внимание на новый бренд Винтел в нашем портфеле. Призываю вас начинать закладывать в софты терминала ВКС Винтел ваши проекты. И давайте продавать, давайте начинать вместе сотрудничать. Мы, в свою очередь, с Винтел постараемся реализовать в ближайшее время совместимость, которая требуется рынку, и закрыть все возможные требования от заказчика. Спасибо большое, коллеги. Андрей, можно ли вам несколько вопросов, которые не ответили? Например, есть Дмитрий, вопрос по поводу TrueConf, МСЮ. Чем отличие? Мы рекомендуем все-таки продукты сравнивать в рамках пилота. Это очень важный момент, потому что ВКС, по нашему опыту, по опыту многих партнеров, он без демонстрации пилотов не продается. То есть, сложно продать то, что должно обрабатывать видео. Нужно посмотреть, как это работает. TrueConf МСЮ – реальный существующий продукт. Почему они его выкинули на рынок бесплатно, при том, что они там несколько лет назад его купили за миллион долларов, как говорилось, не очень понятно. Ну, есть предположения, почему они его выкинули. Я бы посоветовал провести сравнительные тесты. Собрать на TrueConf МСЮ, к примеру, 150 вызовов одновременно, и на Винтео, и на других российских продуктах, и посмотреть, как конференция себя проведет. Ведь видео – это все-таки в первую очередь про обработку видео, про то, как картинка формируется, примаргивает ли она, все ли слышат друг друга, как отрабатывать эффект. Вот эти все моменты очень важны. И вот, да, они его отдают бесплатно, но есть продукты, которые реально должны быть бесплатными, потому что они либо так работают, либо технология, в принципе, вообще не стоит денег. Как, к примеру, проксирование, про которое я говорил. Оно не стоит денег, оно должно прям продаваться, отдаваться бесплатно, как опция какая-то. Мы рекомендуем тестировать. Тут сложно так вот сравнивать, мы их практически нигде не встречали, эти TrueConf МСЮ. Он заказчиков мало представлен, на наш взгляд, в наших заказчиках его не рассматривают как альтернативу. Но готовы посмотреть, как это работает в какой-то пилотной зоне. Мы теперь собирали, нет разницы. Но надо смотреть под нагрузкой именно. То есть, условно, 5-10 звонков любое решение соберет. Вот если мы говорим про реальный сценарий, ну и все зависит от сценариев заказчика. Я точно знаю, что есть заказчики, которым не принципиально сотни абонентов в звонке. И туда прекрасно подойдут вот эти вот бесплатные решения, типа, там, вебинаров, там, да, другом в каких-то, там, да, и тому подобное. Я смотрю, от Дмитрия вопрос. Ага, секундочку, я на секунду перебью, Антон, тебя. Есть у Дмитрия вопрос, есть ли возможность взять на тест серверное решение. Дмитрий, смотрите, серверное решение у нас будет свое. Мы вам просто как часть, кусочка мы интернет сможем отдать. И вы его, соответственно, можете полнофункционально использовать. А, например, терминал винтео ст, который поддерживает встроенную многоточку, да, вы можете взять на тест проект, посмотреть, показать заказчику и сравнить функционал, да, сравнить, на чем вы можете остановиться. Ну, мы всегда говорим о том, что решение чуть дороже, оно обладает большей маржинальностью, да. Ну, в любом случае, обе этих функции мы предоставим заказчику. Да, извини, Антон, продолжай. Да, еще упал вопрос по поводу обучения преселлев инженеров. Да, мы обучаем, но нет программы обучения именно. Мы рекомендуем в формате «возьмите наш продукт, посмотрите сначала», потом встречаемся по видео, и наш инженер рассказывает, показывает, проводит демонстрацию, отвечает на вопросы, соответственно, чтобы более глубоко, так скажем, погрузиться в решение. Ну, здесь я тоже, наверное, немножко добавлю. Я думаю, что мы сможем вместе с Антоном организовать вебинар, в том числе и для технорей от наших партнеров. Я думаю, что мы это можем сделать в ближайшие месяца-полтора. Ну, и вот эти все моменты технические там же еще раз проговорить. Может быть, к этому моменту мы уже будем обладать экспириенсом по комплексным, так сказать, проектам. У нас будет накоплен опыт, и мы можем им поделиться. Почему нет? Тогда давайте продавать, давайте прорабатывать техническое решение и зарабатывать на Винтео и Ялин. Спасибо вам большое за участие. Антону большое спасибо. Спасибо большое организаторам. Всех ждем на дальнейших мероприятиях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok